МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, в этом году экзамен по информатике в Москве в 9-х классах пройдет уже полностью в компьютерной форме. Кравцов также добавил, что в будущем для оценки творческой части заданий будут применяться компьютерные интеллектуальные системы проверки. Ученые из Испании изобрели новый одноразовый источник питания. Бумажные батарейки экологически чисты и идеально подходят для применения в определенном сегменте электроники. Как рассказали изобретатели, у изделия имеется несколько плюсов. Во-первых, полностью растворимая батарейка, не содержащая токсичных металлов, не навредит окружающей среде. Во-вторых, такой элемент питания обойдется дешевле, так как в конструкции не используются дорогостоящие реактивы. Кроме того, производство новинки не связано с использованием сложного оборудования. На данный момент новинка имеет узкую специализацию и будет использоваться лишь в медицине. Ученые из Великобритании предложили перевести поезда на экологический вид солнечного питания, установив панели для сбора энергии по всей линии железнодорожных путей. Они отмечают, что это может помочь избежать больших затрат на строительство сложной энергосистемы. Большинство железнодорожных путей пролегает там, где можно собрать много солнечной энергии. По мнению экспертов, с помощью солнечных батарей есть возможность создать постоянный ток напряжением в 800 вольт. Таким образом, появится возможность отказаться от оборудования для преобразования постоянного тока в переменный. Эксперты составили список топ-15 наиболее смертоносных животных на Земле. На первом месте опубликованного рейтинга оказались комары, от укусов которых погибли более 750 тысяч человек за год. На вторую позицию научные работники поставили людей, а тройку лидеров замыкают змеи. На четвертом месте оказались собаки, а на пятом – мухи ЦЦ, смертность от которых достигает отметки в 10 тысяч в год. Оказалось, что поцелую передают болезнь Шагаса, поэтому они занимают шестое место. От данного заболевания ежегодно умирают до 12 человек. В рейтинг вошли также пресноводные улитки, круглые черви, слоны и бегемоты. Сибирские археологи, обследуя место будущей федеральной трассы Таврида в Крыму, нашли в полуразрушенном древнем захоронении хорошо сохранившуюся скифскую курильницу конца IV века до н.э. Рядом с курильницей лежали два наконечника дротиков, связки игральных костей из зубов животных, бисер и красивый фрагмент золотой подвески. Аналогичный ритуальный артефакт был обнаружен около 70 лет назад в Кургане в Горном Алтае, что подтверждает гипотезу о культурных связи скифов на большом расстоянии.